Книга «Открытым оком», том 8, вопрос 2026. Человек в течение всей жизни привыкает к трудностям и закаляется в невзгодах. Как и спортсмен после долгих лет тяжких усилий становится чемпионом. Так почему отдавшего обеты иночества требуется сразу же стать иным? Возможно ли это? Были ли такие примеры в Библии, кроме апостола Павла? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ясно, что обеты иночества серьезнее и труднее, и строже, и непреклоннее, чем обет, обещание, данное при уверовании, при крещении. Это смешно, конечно, но Христу, выходит, можно как попало служить с прохладцей. И эти лжекрещенские обещания ровным счетом ничему и никого не обязывают, чтобы сгладить ситуацию, легко сказать на исповеди, грешен слухом, нюхом и брюхом, в ведении и в неведении, и потом опять жить по среднеустановившемуся уровню, когда тебя позволено будет и причастить, и отпеть. Матфея 11, 28-30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». А вот уж если в монашество впал, то тут все посерьезнело, все загустело. Получается, что иночество еще раз подтвердило, что наше православие они увидели в истинном свете и оценку дали ему как приговор. «А потому и образовали эти общества, ордена, эти договоры и клятвы, и присяги, и обеты, и постриги. Тут уж все по-серьезному и надолго». Павел Преподобный, память 4 октября. Антоний, увидев, что он уже стар, сказал ему, «Тебе, старец, уже около 60 лет. Не можешь ты быть иноком. Возвратись опять в село и исполняй свою работу благодаря Бога. А пустынический труд нести и искушений терпеть ты не сможешь». Антоний же, испытывая его, сказал, «Стой и молись на сем месте до тех пор, пока я не приду и не принесу тебе того, над чем ты должен трудиться». Оставив Павла, Антоний вошел в пещеру. Целую неделю он не выходил к нему, но тайно через окно наблюдал за ним и видел его все то время неподвижно стоящим день и ночь на одном месте. И плел Павел веревку до девятого часа и с большим трудом сплел пятнадцать локтей. Антоний же, посмотрев работу, сказал, «Нехорошо ты сплел. Расплети и плети снова». А был уже седьмой день, как он не давал ему ничего есть. Все же сие делал Антоний для того, чтобы удалить Павла от себя, ибо он думал, что тот уйдет от него, не выдержав испытания. Но Павел продолжал с большим трудом расплетать веревку и снова сплетать ее. И как он не был голоден, однако нисколько не огорчился и не возроптал. Однажды Антоний велел шить ему одежду. Когда Павел сшил ее, Антоний сказал, «Плохо ты сшил. Распори ее и шей снова». И вновь сшитую он велел распороть и опять шить. Все сие делал Антоний для того, чтобы испытать терпение и послушание Павла. А тот нисколько не роптал на сие, но с усердием и старательностью исполнял все повеления Антония. Наконец Антоний убедился в способности Павла к пустынно-жительству и сказал ему, «Вот ты уже и соделался иноком во имя Господа Иисуса». Из года в год, как не надоест, одно и то же, сияние и жатва. Нельзя ли сразу за один присест подправить то, что наклонилось шатко? Да, может быть, и можно одолеть, в раз распрощаться с молью и ворами, со ржавчиной, с гниением вперед на сотни лет, жукам и прочей мелюзге не грамма. Прелюзии, последствия греха, все перечисленное с гиком наступает. Туберкулезной палочке торжественно порхать. Косой бренчит соседушка слепая. Грех торжествует, жатву собирая, и нам лекарства в поте потрудиться. А наша мать, увы, земля, по-прежнему сырая. По осени ее покроют люди листья. Что детям-внукам передать сумели, успели распахать, со грехами засеять. Корабль проржавел, давно сидит на мели, и не дошел до порта Моисея. К хорошим пристаням надо довести и загрузить апостольской пшеницей до канонически оправданных крестин к евангельским ухоженным страницам. Труд повторится в новых поколениях. Зачем им наши промахи, ошибки? Там водопад Антихриста из формалина Ленин, гулаг, печать и прочие наживки. Им поприще свое, и груст тут не облегчить. Бежать к награде, задыхаясь в спешке. Для них растут деревья, тяжелый крест на плечи. Позор, развал семьи и дикие насмешки. Для них все так же засуха и иногда дожди. Потомкам под завязку восторгов и побед. Растут иуды новые и новые вожди. Найдут ли на Голгофу окровавленный след? 5 сентября 2003 год. Игла.